Привет, меня зовут Сумар, и в этом видео будут уже знакомые казахские степи, казахские горы, то есть с ним будем возвращаться из Чемкента через Алмату обратно в Астану. Поехали! За спиной осталась казахо-уздекская граница, мы сейчас в Казахстане снова, и, друзья мои, я приятно удивлен, мы очень переживали, нам говорили, что выехать обратно может быть сложнее, чем въехать, что будут проверять вещи, будут сверять суммы денег, чтобы вывезенных денег было не больше, чем везенных, но сегодня то ли очень хороший день, то ли нам очень повезло, мы прошли вообще без проблем, без очередей, почти не было людей, с узбекской стороны все здоровались за ручку и желали приятного пути. Рюкзаки прогнали через рамочку, никто ничего не спросил, не смотрел, не считал наши оставшиеся деньги, все очень цивильненько, культурненько, а сейчас мы топаем в сторону Шемкента с бортом где-то плюс 35, судя по ощущениям, и нам 100 километров до этого прекрасного южно-казахского города. Говорят, было море, в том столе степи, корабль остался, что-то такое на корабле. Прошло и пару часов, мы перешли в границу, а мы уже в Шемкенте, кушаем в Чакопай, и у меня есть очень много, что сказать про Узбекистан. Это будет в отдельной видяшечке вот здесь по ссылочке, там будет очень много текста подробно по пунктам про автостоп, про деньги, про границу, про города, про все-все-все, так что переходите, смотрите, слушайте, читайте текст, там будет много интересного. Вчера и позавчера я ничего не снимал, потому что ничего не происходило, мы отлеживались на квартире, разгибались с делами, писали по каучу в Алматы, сходили в кино на чудо-женщину, кстати, а сегодня мы двигаемся на это самое Алматы, и сейчас отъехали, может быть, километров 20-30 до Чемкента, остается всего лишь 700. И снова город Мерке, давно не виделись, 350 километров до Алматы, степь, жарища. И снова здравствует город Алматы, это был отличный стоп, несмотря на то, что было дико жарко, сейчас 10 вечера, идем к мосту. Сегодня мы настоящие казахские кочевники, потому что мы кочуем по парку от одной лавочки с тенечком до другой лавочки с тенечком, потому что наш хост, у которого мы ночевали сегодня, утром ушел на работу, а хост, у которого мы ночевали сегодня на завтра, еще не освободился и не отписался. Поэтому мы ищем тенечек, где можно упасть, посидеть, почитать в прохладном, комфортном месте. А пока мы это делаем, я хочу рассылать по городу Алматы. Город Алматы, это такой местный казахский Петербург. Здесь активная тусовочная жизнь, здесь куча кафешек, кофеин, всегда можно есть где перекусить, выпить кофе, выпить чаю, погулять. И в целом, в общем, мне этот город нравится больше, чем деловая жидобетонная Астана, где нет ничего, кроме небоскребов и бизнес-центров. Ну и огромный плюс Алматы, это горы на горизонте. Жалко, сейчас я их не покажу. О, не пробежали. Но это очень красиво. А нам здесь гулять до послезавтра, а потом мы двигаемся дальше на север. Что-то у нас в Алматы получается город ранних подъемок, потому что сегодня подъем был в начале восьмого, и я зомби. Зомби в Крис Пранк, в поисках кофе. И даже горы на горизонте пока что не равниваются. Горы есть, а кофе нет. Беда. Что делать в Алматы? Конечно, идти в горы. В этот раз мы не забираемся на Медео, на Чембулаг. Мы идем по... Роте здоровья, это чуть пониже. Но говорят, тоже интересно. Умыслить сцепрительно в узорном родничке ледяной водой, вдоль речки. Я думаю, это будет интересная прогулка. Готово. Местные говорят, что это очень простая тропа. Под ней ходят беременные женщины, старики и дети. В хорошую погоду люди забегают бегом. Я не знаю, здесь уклон градусов 45. И это далеко не легкая тропа, но вид отсюда стоит всего этого. Офигеть, скажи. Только дома мы сравниваемся к старикам или к детям еще. Хороший вопрос. А тут реально бегают старики, женщины и дети. И действительно, походу, для местных это такая легкая тропинка. Считайте меня изненежным украинским туристом, но для меня это уровень выше среднего. Мы сделали это. Мы покорили эту гору. Забрались на самую верхнюю ее точку. Я надеюсь на это. Хотя не факт. Не факт. Вот по-моему эта точка называется Три брата по карте. Или нет. Фу! Кажется я понимаю, почему тропу называют тропой здоровья. Потому что я пока сюда добрался. И я прям почувствовал себя гораздо здоровее. А это Кукжляу. Высокогорная полянка. Мы сейчас здесь будем есть. Наконец-то. Я ждал за полдня. Специально перся вот сюда, с тут две тысячи с половиной метров другое море чтобы пожрать а там река шумит надо загонять туда еще к истоку реки и как называется батарея как кстати может там можно водички набрать вот чем у нас всегда запомниться пребывание товарища малихана так это едой потому что еда здесь просто обалденная много вкусно хорошо я и не знающие кем комплименты выдать это идея просто и покажу домашняя домашняя вкусная еда скромненький да ладно скромненький вот так замарили червячка да в общем спасибо очень вкусно сегодня у нас далеко не самый ранний выход на трассу сейчас уже полдень и мы только-только выползаем на трассу Алматы Астана зато у нас нет где упасть в Балхаше мы созвонились с нашим товарищем наилем который подвозил нас по дороге сюда и у него можно остановиться а если кто-то сейчас не понимает зачем куда почему и через что мы премся то я напоминаю что мы сейчас премся на Астану через Астану мы премся на Сибирь мы проезжаем по Сибири заездом на Байкал потому что как это быть в Сибири и не заехать в Байкал а оттуда мы попорачиваем на юг город в Улан-Патор куда мы думали что никогда уже не вернемся чтобы получить там китайскую визу и поехать через Китай наконец-то в в Восточную Азию которая сейчас у нас локальная цель нашей поездки сейчас мы двигаемся севернее я очень надеюсь севернее будет чуть похладнее потому что местные плюс 40 уже начинают застомлять и я уже очень хочу окунуться в Байкал хотя бы ножками все город стоит за спиной идем прямо ух ты еще один гештальт мы застопили дом на колесах ребят поставлю из кавань и путешествует уже четыре месяца по миру сейчас еду в сторону Астаны и мы едем с ними вот в таком вот уютном трейлере уютном трейлере уютном трейлере Казахстан Это не проблема здесь Да, но если у вас есть 10 метров, то можно просто летать в воздухе Ого, сколько их Много шипов Обрастание новыми знакомствами и незнакомыми по Казахстану продолжается Потому что водитель, который только что подвозил нас, подвез до Палхаша Он пригласил к себе в гости куда? В город Караганду Поэтому после Палхаша заедем еще в город Караганду погостить Почему бы и нет? Ни разу не видели город Есть повод соедем Звонок Вот кругом бегом город вот такой, видите? Слабо зрение в городе Караганде подскрипывает и шатается. Я надеюсь, мы нормально впустимся в диск в него. Не вероятно, есть приключения в Караганде, да? Да. Да, озеро довольно хорошее. Большое. Вообще-то как, это озеро природное и специально выкопали искусство? Специально, да. Там еще второе озеро есть. Но туда почему-то парковские улицы не доходят. Они, вот видите, здесь сделали такое развлечение. Там фонтаны по каскаду. И все, дальше не все. То есть здесь можно вкладываться и вкладываться, а не здесь вкладываться. Можно на остров сплавать. Как показывает практика, в очередной раз автостоп и планы вещи несовместимые. Потому что еще позавчера мы вообще не представляли, что у нас дальше, что куда, зачем, почему. Вчера мы надеялись, что у нас будет день в гостях в Балхаше. Вчера вечером мы были уверены, что у нас есть день в гостях и где переночевать в Караганде. Сейчас понедельник, 7 вечера. И мы едем на Астану. Потому что ни в Балхаше, ни в Караганде у нас строиться не получилось. В Астане тоже пока строиться негде. Но до нее всего лишь 170 км в прямой трассе. И там как-нибудь разберемся, я надеюсь. Приключения! Уху! Навстречу приключениям. Астануиться в Караганде у нас не получилось. Почему? Потому что водитель, который нас звал в гости, поругался с женой. Потому что жена его недавно достукала с любовницей. Упс, ребята, не получается. Бывает, дело житейское. Вжух, и мы в Астане. Мы очень быстро растопили машинку. Очень быстро машинку. Прямо для Астаны. И все было бы волшебно, кроме одного НО. Это НО заключается в том, что в Астане нам негде упасть. Мы сделали запросы по Фейсбуку. Подергали всех знакомых. Попинали немножко людей по каучу. Сейчас сядем где-нибудь в кафешке пить чай. И думаем, что нам делать дальше. Впервые за всю поездку начинаем жалеть, что мы не гоним нон-стопом. Иначе можно было сейчас просто выйти на трассу с другой стороны Астаны. И ехать на Омск и Новосибирск. То есть на те города, где вроде бы как бы есть где упасть. Но будем что-то решать, куда без этого. А в Астане очень много всяких штук поставили к Экспо. Я надеюсь, что в честь Экспо здесь цены на чайки задали в 10 раз. Всякие непонятные стеклянные юрточки. Непонятные скульптурки. Много всего непонятного. Вот что это за юрта? Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Да, да. Не знаю. На сегодня все. А в следующем видео будут наши приключения в Астане. В Астане мы подключались на Астане. Мы даже сходили на Экспо. С нами даже сделали репортаж. Но это будет дальше. А пока подписывайтесь на канал. Делитесь с друзьями. Лайкайте. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok